В преддверии празднования 70-й годовщины Победы соцработники областного геронатологического центра наводят порядок в домах ветеранов. На просьбы помочь пожилым людям активно откликаются также школьники и студенты. За последние две недели ребята навели чистоту более чем в 60 квартирах. Еще в 40 приберутся до конца апреля. С подробностями Ангелина Лисько. Мария Дмитриевна по-настоящему продвинутый ветеран. Пару недель назад женщине стукнуло 90 лет, а она зависает в интернете. Общается по скайпу с подругой из Москвы. А вот с единственным сыном, который живет в Канаде, связь потеряла. Помочь сделать ремонт к пенсионерке пришли тюменские студенты. В кухне будете белить, ванну, туалет и коридор. Кристина и Дима за ремонт взялись впервые в жизни. Вместе с соцработником геронатологического центра хотят за три дня справиться с работой. Все стройматериалы предоставили спонсоры. Надо покрасить стены, надо покрасить потолок и в коридоре поклеить обои. Но мы решили, почему бы и не помочь. Ведь нам это не трудно. Мы студенты, полны сил. Почему бы и нет. Тем более, что это ветераны. Они защищали нас. К 9 мая тюменские волонтеры сделают косметический ремонт в тех квартирах, где это действительно необходимо. Так помогли уже пяти ветеранам. Учитывать надо мой возраст, состояние здоровья. Самой не под силу. Ну, материально тоже. А волонтеры из 50-й школы Тюмени уже шестой год подряд ухаживают за могилами на кладбище. Ветеранов Великой Отечественной среди захоронений найти непросто. Потому прибираются у самых заброшенных. Такое ощущение, что людям это как будто вообще не надо. Никакого уважения, никакой любви к тем людям. Даже пусть мы их не знаем, лично мое такое желание приходить сюда часто и теперь прибираться. И 9 мая я планирую взять подругу и прийти сюда, чтобы положить живые цветы, вот гвоздички. Волонтерские отряды многих школ Тюмени ежегодно поддерживают эту инициативу. Ну, в том году мы пробрали могил 20, наверное, может больше. Но мы не считаем их. Дорогие наши ветераны, вы для нас примерно все годы. А воспитанники 164-го детсада Тюмени собрали посылки ветерану. Всего 25 коробок. В каждой продукты питания и средства гигиены. Первые подарки к 9 мая участники войны и ветераны труда уже получили. Ангелина Лисько, Николай Комаров. Тюменское время.